Наконец-то задержан. Саратовского бизнесмена Дебашира Сергея Кабалова повязали в Белоруссии. Наш земляк прославился на весь мир. 11 января Кабалов семьей летел в Египет. Перебрав со спиртным, устроил на борту скандал. Сначала закурил, потом пытался посадить самолет там, где захочет. В довершении ко всему ударил бортпроводника. В Египте саратовца не задержали, однако спустя несколько дней случай получил огласку и на хулигана завели дело. Так как бизнесмен возвращаться домой не захотел, объявили в розыск. За развитием событий следила Ольга Маркова. Оль, насколько я понимаю, сегодня Кабалова обвиняют не только в хулиганстве. Да, совершенно верно. Это попытка угона воздушного судна. Ни много ни мало ему светит 12 лет, если суд признает его виновным. На самом деле очень непонятно, почему он не сдался сразу же, потому что в первые несколько недель ему вменяли статью хулиганства. Конечно же, наказание было намного менее суровым. Сегодня очень мало известно об аресте. Вот что говорят на федеральных канавах. На автодороге Минс-Гродно в районе поселка Береговой был задержан. И в настоящее время решаются вопросы биологии с традицией на территорию Российской Федерации. Насколько мне известно, когда ты готовила материал, ты общалась и с теми, кто летел с Кабаловым в Египет. Да, действительно так. Вместе с ним в Хургаду летели еще две саратовские семьи. Так вот они говорят, что в принципе как террориста его нельзя расценивать. Да, человек, который не умеет владеть собой, который не умеет пить, пьяный дебошир, хулиган. Но не более того. И вот такой вот факт. Женщины рассказывали, что после того, как все уже случилось, когда они прилетели в Египет, он приезжал к ним туда в отель для того, чтобы извиниться. В день отъезда он нашел нас и пришел извиняться. То есть человек пришел искренне, нормально, извинился, попросил прощения у ребенка, попросил прощения у меня. И вот сегодня в интернете вовсе обсуждают задержание Кабалова. Хотелось бы привести только несколько отзывов. Первое. Он как уже Дмитрий через литовскую границу пробирался. Цирк, да и только. Итог, пить надо меньше. Ну или еще один. Офигеть, из мелкого хулигана сделали особо опасного преступника. Вы лучше сажайте тех, кто миллиардами ворует. Ну и последний. Кабалов этот и заслужил. Ты сама как оцениваешь эту ситуацию? Ну, на самом деле, я считаю, что Сергею Кабалову стоило действительно вернуться на родину раньше и так долго не тянуть с этим и не ждать, пока его объявят в международный розыск. А теперь, поскольку попросту он становится козлом упущения, и, конечно же, ему придется ответить теперь по всей строгости закона. Спасибо. Ольга Маркова рассказала о горе-туристе саратовской Сергея Кабалове. Он устроил дебош в самолете, долго не возвращался на родину, и теперь его обвиняют в попытке угона самолета. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!